Вегетарианство Здесь много, не буду все рассказывать Каждый из вас, мало того, что вы можете взять себе бесплатно такую книжечку Вы можете взять с собой для своих друзей, знакомых Раздавать и еще раз раздавать То есть это сделано для того, чтобы люди потихонечку начали пробуждаться Мало кто знает, вот в этой книжке, кстати, нет того, что я вам сейчас расскажу За вегетарианство Почему Месоиния насаждается на планете, вот глобальном масштабе Как вы думаете, почему? Какие варианты? Значит, это кому-нибудь нужно Ну агрессия, да, карма В общем, комплекс удовольствия Ну да, вы правильно посмотрели, вот все, что есть позитивное Забить с помощью мяса, в принципе, логично, вы думаете, но есть объяснение Другое немножко, оно с точки зрения геополитики продвигается Смысл в общем, это давно было известно, что по ведической культуре мясо могли есть только собакоеды Шудры, вернее, как неприкасаемые, да? Или шудры, в переводе один из вариантов это собакоеды А другие живые существа в человеческом теле, они мясо, в принципе, никогда и не ели То есть воину дозволяло съесть мясо только в двух случаях Когда он на поле битвы и нет никакого другого мяса, он может съесть животное, то есть для выживания И если воин попал в лес, у него других вариантов никаких, ему тоже разрешается есть мясо Так вот, вернемся к вегетарианству Вегетарианство было всегда, это была норма Мясо ели только, мягко говоря, странные люди, мягко говоря, которые не понимали о том, какие будут последствия Но некоторое количество, сотен лет назад, может быть, начало внедряться мясоедение и не только в северных странах Для вот каких целей? Есть такое понятие консерваторы, слышали? То есть те люди, которые ничего не хотят менять То есть там есть консервативные партии даже и так далее Так вот, человек, который ест мясо, он потребляет страх животного Вы что думаете, так просто животных держат в концлагерях, а потом их забивают так, чтобы они испытывали массу мук? Вот просто, кто не знает, посмотрите фильм специально на эту тему Да, вот фильм «Земляне», кстати, кто еще не смотрел, настоятельно рекомендую На сайте забейте в поиске «Земляне» и вы найдете фильм, скачайте его откуда-нибудь с файла обменника И посмотрите, его достаточно посмотреть один раз, вам хватит на всю жизнь Даже мужчины плачут обычно, когда смотрят этот фильм Вот настолько жесткая правда то, что происходит на самом деле Так вот, когда животное убивают и убивают в муках, и оно очень сильно сопротивляется тому, что его убивают Оно выбрасывает специальные гормоны страха, то есть животное в ужасе И этот ужас, он въедается сначала в кровь, а потом, соответственно, во все остальное мясо Когда вы потребляете мясо убитого животного, вы потребляете страх этого животного И тогда человек становится, как кролик, боязливый Ой, а как бы чего не вышло, ой, туда нельзя ходить, а то поругают и так далее и тому подобное То есть понятно, что человек делает животное в прямом этом смысле Это вот теория, человек есть то, из чего что он ест, это на самом деле так Потребляя животных, люди становятся животными В прямом смысле этого слова Поэтому, если возможно, если вы еще употребляете там рыбку И не хотите в будущей жизни сами стать осетром или рыбкой То лучше исключить эту пищу Всем рекомендуют, кто, часто еще русские там говорят Вот там, как мы там, северная сторона, там и туда и сюда Вы знаете, много вегетарианцев, там Иван Поддубный, например, был, силач, здоровый Он был вегетарианец, много вегетарианцев Я не, как сказать, не образец пышущего здоровья То есть у меня нет мускул таких Я другими вещами занимаюсь, мне это не нужно Но я вегетарианец много лет И много моих знакомых вегетарианцев много лет Всегда мы, когда ездим в Индию Показываем страну, где там больше миллиарда людей Здоровее русских намного Физически я имею в виду Вот у индусов здоровые зубы То есть, когда индус улыбается, знаете, голливудская улыбка практически Зубной щетки не знают никогда Ну и так далее Индусы у них из поколения в поколение Из столетия в столетие, из тысячелетия в тысячелетие Культура вегетарианская Хотя сейчас тоже, да, насаждают Мусульмане становятся Секундочку Сейчас в Индии тоже насаждается мясо среди молодежи То есть, именно эти устой вегетарианские подсекают Чтобы это общество тоже можно было контролировать Отлично Я извиняю В общем, друзья, еще раз повторюсь Вот эта книжка, если возможно, подарите своим друзьям, знакомым Сами, естественно, в первую очередь прочитайте, прежде чем дарите кому-то И раздавайте Я привез много Возьмите столько, сколько у вас есть знакомых и раздавайте Я специально сейчас съездил Приехала машина из другого города Где мы эту штуку, эту брошюку издавали И привез Итак, давайте вернемся По вегетарианскому, какие-то вопросы есть? За, против? Ну ладно, как хотите А то могли поспорить Интересно, да? По поводу того, что яйца часто присутствуют Как у вас такие вопросы? Ну, как Наверное, присутствуют, не знаю То есть, если у вас люди лят зуточку с яйцами Это как бы вегетарианство или это? Понимаете, давайте рассмотрим Нет, это не вегетарианство, потому что вы все равно Как бы используете продукт животного происхождения Просто есть вегетарианцы, есть веганы Это еще более круто Веганами становятся те, может быть, кто-то не знает Буквально на секундочку еще отвлекусь Веганами становятся те, кто живет на Западе И знают, что такое промышленное разведение животных Это супер-концлагерь То есть, это, вот если в России или в каких-то там, Украину Такие страны, где там есть еще коровка, которая пасется и бабушке дает молоко На Западе это практически исключено Это фермы Интенсивное животноводство Правильно, интенсивное животноводство это называется То есть, это из животного высасывают соки максимально все Там теленок рождается, его на цепь и в стойло И вот он всю свою жизнь там, пока он в этом стойле Из него там, ну теленок я имею в виду, коровка маленькая Потом из нее молоко сосут Так бы корова прожила 20 лет, в стойле она проживает максимум 5 лет И потом ее на гамбургер пускает Вот, кстати, Макдональдс, многие животнозащитные организации обвиняют в том, что именно корпорация Макдональдс сломала привычные устои производства молочной продукции То есть, из-за больших объемов они всю промышленность под себя подмяли Ну ладно, не буду у вас подробностей, посмотрите фильм «Земляне», там очень толково все рассказывают Так вот, веганами становятся те, кто знают, что молоко, которое в супермаркетах западных продаются Это молоко из концлагеря Концлагерь, знаете, что такое, да? Где там, якобы, кого-то убивали миллионами штук, якобы Но вот коровы и животные, они на самом деле находятся в ужасных условиях И для того, чтобы остановить жизнь или конвейер этих концлагерей, на Западе появляются веганы, которые отказываются полностью, чтобы не поддерживать вот эти концлагеря Но в России можно еще найти, как бы, продукцию, которая более-менее адекватна Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...